В эфире телеканал ТОЛК, в студии Анастасия Дороган. Сегодня поговорим о главных событиях за неделю. С 30 октября в Алтайском крае вводят QR-коды. К слову, уже 52 региона страны ввели систему QR-кодов. Выглядит она несложно. Те, кто прошел вакцинирование, получают через личный кабинет госуслуг соответствующий сертификат. Его можно скачать на телефон, либо распечатать и носить с собой. Код будут считывать при входе в учреждения культуры, например, театр, также в списке опасных мест торговые центры. Какие еще общественные территории могут попасть под новую систему прохода, будет уточняться. Точных сроков тоже нет. Потому что сканировать QR-код, они не такие дорогие устройства, нельзя сказать, что это какие-то сильно огромные деньги. Другое дело, что это должно куда-то выводиться, где-то храниться, чтобы не было такого смеха, когда в части регионов брали QR-код с чипсов и проходили спокойно в торговый центр. Ну, опять же, система будет отлаживаться и в полном объеме, конечно, заработает еще не скоро. А за чей счет вообще вот эти технические устройства будут? За счет торговых центров тех же или все-таки это будет как-то регион? Вот пока никто не знает, ответ на этот вопрос никто не знает. Да, какую-то часть в любом случае, видимо, возложат на те же торговые центры. Вот если обязуют не пускать, да, и если там люди захотят сохранить бизнес, да, будут вынуждены вкладываться. Какая-то часть ляжет на плечи бизнеса. То, что там не менее месяца на подготовку должно уйти, это, конечно, да, однозначно. При этом, опять же, будут смотреть на темпы распространения, которые будут. И вот там сейчас важнее вопрос, ведут у нас там неделю, нерабочих дней или две недели, да, потому что президент все-таки согласовал возможности с 23-го даже закрывать регионы отдельные. При том, что в Алтайском крае, ну вот пока на этой неделе мы видим устойчивый рост. Здесь важнее прервать цепочки контактов людей, для этого их надо оставить дома. А если сейчас введут QR-коды, не появится ли огромное количество людей, которые просто будут покупать сертификаты о вакцинации? Ну, вполне может быть, но, с другой стороны, это решение подтолкнет тех, кто до сих пор не нашел время сходить поставить вакцину. Ведь на самом деле у нас достаточно большое количество тех, кто готов, хочет, но либо нет времени, либо, ну вот, ленивая неохота. И вот введение системы QR-кода, там, где ты можешь заходить и участвовать в полноценной жизни, только имея QR-код, да, вот такое решение введения подтолкнет этих людей, и они пойдут и поставят прививку. Те, кто против антиваксера, им все равно что-то не вводи, они все равно будут против. А вот та прослойка, которая не поставила еще потому, что не нашла время, пойдет и поставит. Напомним, на сегодняшний день прививку поставили лишь порядка 30% жителей края. Собственно, из-за небольшого числа вакцинированных врачи и отмечают значительный рост числа заболевших. Еще одна мера, к которой в стране уже прибегали неоднократно – нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Так, в Москве это означает полный локдаун, во время которого будут работать лишь магазины и аптеки. В Алтайском крае таких жестких мер не предусмотрено по умолчанию, что люди предпочтут сидеть дома, а не гулять по торговым центрам. О последствиях временного затишья больше всего говорят медики и предприниматели. Так, вице-премьер страны Андрей Белоусов уже оценил возможные потери бизнеса примерно в 60 миллиардов рублей. Но меры поддержки этой сферы окажут. Малое и среднее предпринимательство получит 27 миллиардов рублей для выплат МРОД своим сотрудникам. Как на Алтае относятся к вынужденным каникулам. Мы в этой истории живем уже трой год, два года, без малого. И, конечно, это не может не находить отражения на делах, на деловой активности, на предпринимателях. И многие испытывают дискомфорт. Конечно, очередные каникулы с точки зрения деловой активности, с точки зрения производств, с точки зрения торговли ничего хорошего не несут. Неделя вроде бы не так много, но, тем не менее, конечно, потери будут. Мы же бизнес обязан, не только бизнес, но и все работодатели, сохранить заработные платы работникам, сохранить коллективы. Естественно, за эти дни не будут сгенерированы денежные потоки, обязательства остаются. Никто же не освобождает предпринимателя от уплаты налогов на землю, от налогов на имущество. И обязательства платить заработную плату и налоги от фонда оплаты труда тяжеловато. Если оперировать большими цифрами в масштабах страны, наверняка потери будут исчисляться миллиардами для экономики и для бизнеса. Наверняка сотни, может быть, тысячи предпринимателей в масштабах страны закроются. Барнаул, Алтайский край, может быть, более мягко с точки зрения последствий проходит. У нас все-таки более мягкие ограничительные меры по сравнению с той же Москвой, если мы посмотрим. Есть надежда, что предприниматели держатся на плаву. Я разговаривал со многими, кто получил эту поддержку. Это, конечно, процесс достаточно сложный с точки зрения администрирования. Это пристальное внимание контролирующих органов. На мой взгляд, если уж каникулы, то может быть, хотя, конечно, рискую навлечь на себя критику, может быть где-то пожестче, то есть ограничить движение общественного транспорта. Потому что, наверное, основной очаг распространения и передачи – это все-таки общественный транспорт, это магазины, любое ограничение – это болезненно. Но, учитывая то, что оно все-таки будет кратковременно, и, как я надеюсь, думаю, что ситуация начинает постепенно управляться. На карте отмечен красным. БИСК все больше поглощает пандемию. Медицинские учреждения города еще справляются с потоком больных коронавирусом. Врачи отмечают ситуацию хуже, чем прошлой осенью. Год назад по ДВЛ было максимум два десятка человек, сейчас 65. Ажиотаж начинается прямо с приемного покоя, где за полдня могут принять почти 80 человек. Репортаж Софии Яценко из Красной зоны Наукограда. Переполненная реанимация – врачи, которые круглосуточно спасают жизни десятков людей. Так сейчас выглядит Красная зона в БИСКе. В городе, в котором боятся болеть, места в госпитале заканчиваются. Здесь самые тяжелые пациенты. В прошлом году на ИВЛ было чуть больше 20 человек. Сейчас 65. Вы сами видите, что палаты все реанимационные, все заполнены. Больные очень тяжелые. Больные имеют как тяжелую патологию по ковид-инфекции, тяжелое течение пневмонии, так и сопутствующие заболевания, которые еще больше утяжеляются здесь во время лечения ковидной инфекции. Самый молодой пациент сейчас возраст какой? У нас есть и 18-летние, мы их называем, это дети. То есть это на самом деле пациенты, которые только что вышли из детской лечебной сети, попали к нам. 19-летняя девочка у нас была. Она не горожанка, убийстка из другого региона. Поступила крайне тяжелая, к сожалению, был неблагоприятный исход. То есть возраст на сегодняшний день, он не имеет никакого значения. По словам врачей, большое количество молодых в реанимации объясняется не только мутацией инфекции, но и тем, что молодежь чаще посещает общественные места. А вот вакцинированных пациентов здесь мало. Привитые есть на самом деле. Привитые пациенты, они встречаются, но они редко доходят до отделения реанимации. Как правило, это коморбидные пациенты, то есть имеющие какую-то еще другую патологию. А в основном все наши пациенты, которые находятся в реанимации, это все непривитые пациенты. Те, кому удается пойти на поправку, не скрывают. Пройдя страшное, навсегда изменили свое мнение о болезни. Нужно таскать всегда перчатки, таскать, маски менять, полтора метра держать на расстоянии. Ну, все имеют на улице. А теперь всем буду говорить своим родственникам, друзьям, знакомым. Скажите, вы прививались от коронавируса? Нет, не прививался. И пожалел, что не прививался. А теперь после выздоровления пойдете? Да, пойду. Но там через полгода нужно ведь. Да, пойду. Обязательно пойду. И главное, чтобы дошли. Некоторые пациенты ревакцинацию пропустили. В январе-феврале, уже не помню, какая прививка была, название. Здесь 11 дней пролежал. Тяжело очень, надо вакцинировать все. А сейчас как себя чувствуешь? Сейчас лучше чувствую себя, хорошо уже. Дышать начал нормально. Сегодня поднимается, да? Сегодня поднимают, палату меня переводит. Но это место в реанимации долго пустовать не будет. Почти сразу же его занимает следующий. Увидеть медиков без СИЗов почти невозможно. Дежурство может длиться несколько суток подряд. Очень большие трудности с кадровым составом. Персонал приходит, кто-то не выдерживает, уходят колоссальные нагрузки. Кто остается, конечно, работает на полную мощность, не жалея себя. Большое им за это спасибо. Большое спасибо молодым специалистам, которые еще только-только отучились, но уже пришли на работу в таких тяжелейших условиях и помогают работать. Иначе бы была катастрофа. Причем трудности начинаются с приемного покоя. Только за каких-то 4 часа они принимают 40 пациентов. Если я дежурю в суточное дежурство, ну, был момент, когда было 76. 76-78, это максимально. На данный момент заполняемость у нас 620 коек, но из них 67 реанимаций. И остальные вот либо кто-то активно лечится, получает сильное лечение, либо тот, кто готовится к выписке и на этап долечивания. Лично у меня сейчас около 45-50 пациентов. К сожалению, доктора тоже не могут избежать болезни. Болеют кто-то, возможно, не справляется с нагрузкой. Пожалуй, именно здесь пациенты и могут оценить, чего стоит врачам лечить больных. Мне, слава Богу, что лечат. Дай Бог, чтобы вылечил. Вот и всего, чего могу сказать. Очень славный. Мне аж плакать хочется. Люди все должны быть живы, здоровы. Вы видите, как ходим-то все. Так что тяжелая у них работа, тяжелая у них обязанность. Так что не позабидуешь. Зато на улицах Бийска все так же людно, в транспорте почти безмасочно, а в коронавирус часто не верят. Прививались? Нет. Нет. Если честно, нет. Я не хочу ни маску. Маску, когда в магазине просто. Если честно, я не боюсь ничего. А почему не прививаетесь? Не боюсь и не прививаемся. На мой взгляд, тот, кто проявился, больше шансов заболеть от чего-то другого. И в Иркутск ездил, и в Уренго ездил. Два года подряд езжу по вахтам. И без маски ездил, и ни разу не заболел. Сейчас взяли маски, пошли в магазин. Только в масках везде. И переболели уже. И привитые. Ой, извините, я сильно болею. Я уже отболел. С 12 марта по 1 апреля. А вы прививались? Пока еще нет, но вот буду. Сейчас. Пройдет немножко. Я привился сразу же. Прям только вакцины стали поступать. И сейчас, думаю, привиться полгода пройдет. И я второй раз хочу идти и привиться. Потому что это только человек. Человечество выжило. Ведь история даже вся говорит о том, что если бы не вакцины, человек могло вообще вымрать все. На сегодняшний день БИСК занимает одну из лидирующих позиций по уровню заболеваемости коронавирусом. В регионе мест в госпиталях с каждым часом становится все меньше. Из-за высокой смертности власти решили выделить дополнительное место под морг и расширить местное кладбище. За последний месяц, как показывает статистика, смертей от последствий коварной инфекции резко стало больше. Но желающих вакцинироваться в регионе больше не становится. А вот свободных мест в ковидных госпиталях скоро не останется совсем. София Яценко, Андрей Печеркин. День с толком. Семена пищевого мака не вызывают наркотического опьянения. Об этом смело заявляет ученая Алтайского медуниверситета. Тем не менее, в России, в том числе и у нас в регионе, все чаще приговаривают колонии за продажу пищевых маковых семян, которыми мы посыпаем булочки. Подсудимые и уже осужденные то и дело заявляют о сфабрикованности дел, но их не слышат. Накануне в колонию отправили Сергея Серенко, Юлию Серенко и Дарью Бетюцкую за контрабанду наркотиков. Все из-за кондитерского мака. Валентина Аскерова с репортажем о том, как расплачиваются за, казалось бы, безопасную специю. Цепляешься просто за каждый уголочек, который видишь. Ну, как в последний раз просто на все смотришь, потому что понимаешь, что если приговор прозвучит, он прозвучит и сроки будут реальные, то есть ты же всего этого очень долго не увидишь. Последние дни на свободе Дарья Бетюцкая проводит на природе. Пытается надышаться теплым осенним воздухом. В неволе придется гулять по часам. Встреча с подсудимой, продавщицей мака для булочек, прошла за несколько дней до оглашения приговора. Дарья храбрится, пытается улыбаться, хотя дается ей это с большим трудом. На прошлой неделе на очередном слушании Дарья от стресса едва не лишилась зрения. Атрофируются сосуды, которые, в принципе, должны обновляться для того, чтобы человек в дальнейшем мог достойно видеть. То есть они атрофируются, вследствие чего идет неизбежная слепота. Мы не имеем времени, в принципе, да, как такового. Ну вот, к сожалению, нет возможности на дальнейшее обследование. Резонансная маковая история берет свое начало с января 2019 года. Предприниматель Сергей Сиренко вез из Казахстана на Алтай продукты на продажу. Среди них были и пачки с кондитерским маком. Несколько лет перевозок, но именно в тот раз приправу изъяли. Сергея обвинили в контрабанде. Как утверждают наши оперативники, этот пищевой мак запрещен. На ввоз в Российскую Федерацию он содержит наркотические вещества. То есть именно пищевой мак из Республики Казахстан. Сергей даже провел собственное расследование. Купил в сетевых магазинах мак разных производителей. Отдал на экспертизу. Результат весь мак идентичен. В каждом есть наркотические примеси. В небольших количествах от природы. Однако следствие во внимание это не взяло. А пошло дальше. К маковому делу Сергея приобщили и его продавцов Дарью и Юлию. Дарья и Юля продавали в магазине кондитерский мак. Но неужели они должны спрашивать каждого покупателя, зачем они его приобретают? Точно ли для булочек с маком? У нас же не спрашивают в магазинах посуды, зачем мы покупаем ножи. Хотя холодное оружие вредит куда больше, чем кондитерский мак. Сам пищевой мак не относится к списку запрещенных. По конвенции ООН к числу описодержащих относят маковую солому. Это стебли, листья, коробочки. То есть все части, как раз кроме семян. Любой пищевой мак после очистки содержит небольшое количество частичек коробочек мака. Очистить его полностью невозможно. И тогда встает вопрос о количестве этих маковых семян. Один ли пакетик, коробка или десятки коробок. Алтайскую троицу уже второй год судят по статье 228 по самой жесткой части. «Сбыт» группой лиц. А у продавщицы Юлии в ходе обыска в квартире нашли 300-граммовую баночку с маком. Следствие расценило это как подготовку к сбыту. Наряду с этой банкой у меня стоял и какао-порошок, и сахарное тудо. Чай всегда рассыпанное пересыпает. Я просто хочу, я вас призвать хочу, просто пожалуйста, услышьте нас. Ваша честь, пожалуйста. Столько безостыковых, столько вот этого придуманного всего из банка, и с этими вторыми свидетелями. Пусть немножко успокоится, Ваша честь. Ну что, зацепите, не спрою. Не повышайте порядок в судебном заседании. А как еще? Вы видите, человек не может читать. Практически на каждом заседании обвиняемые пытались добиться рассмотрения ряда ходатайств. Требовали независимую экспертизу и просили о возобновлении следствия и о дополнительных защитниках наряду с адвокатом. Но ходатайство отклоняли. У подсудимых прямо в зале судебного заседания от бессилия сдавали нервы. Ведь за продажу мака каждому из них грозит больше 10 лет. Если судебное заседание будет продолжаться в таком же духе, нарушаться права мои, я обведу бессрочную голодовку. Я не буду ни кушать, ни принимать никаких лекарств. Вот это уголовное дело было сфабриковано в отношении нас. Пойдем. Дыши, 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 девочка, дыши. Дыши, дыши. Меня слышите? На Дарью посмотрите. Состояние человек до такого довели. Я мужа не видела в таком состоянии вообще никогда. Но это реально довести. Но это как каждый день назначать заседание. А получается, каждый день вызывают скорую. Но неужели она не видит? Вообще, куда кто смотрит? Где вообще проверяющие органы какие-то? Ну как это можно? К слову, дело алтайских маковых наркобаронов далеко не единственное в России. Еще один фигурант подобного процесса и тоже предприниматель Сергей Шилов из Брянска. Его и еще 12 человек судили за ввоз и распространение нескольких сотен тонн пищевого мака. Шилову грозило пожизненное заключение. Семь лет понадобилось на то, чтобы в банде 13 доказать, что пищевой мак не является наркотическим веществом. Это, по словам Шилова, нужно делать и сиренка. Да, он продавал мак. Но он наносит вред здоровью или нет? Вы определили? Нет. Ну а как вы привлекаете? Это конституционные права его. Да коли вы будете привлекать за то, что не наносит вред здоровью человеку. О том, что семена мака не вызывают наркотического эффекта, заявляют и ученые. Следы наркотиков там присутствуют, но они ничтожно малы. Семена содержат, конечно, следовое количество алкалоидов, но они очень маленькие для того, чтобы вызвать наркотическое опьянение. Поэтому полностью очистить семена мака от алкалоидов мы не сможем. Грубо говоря, сколько нужно килограммов купить, чтобы нанести себе вред? Достаточно много. Я думаю, что фасовки такие даже не продаются, чтобы купить такое количество мака, чтобы выделить из него наркотические вещества. Для производства наркотических средств используется совсем другое сырье. Однако следствие во внимание это, как правило, не берет. В России, к слову, сажают не только за кондитерский мак, но и за сами булочки с маком. В 2015 году осудили семью Полухиных, которые торговали в своем кафе выпечкой с маком. Мол, незаконный сбыт наркотических средств. Эту булочку я купила в пекарне, в какой называть не буду, чтобы не подставить владельца. Хотя подобные хлебобулочные изделия продаются практически во всех пекарнях города. Пока продаются. В связи с тем, что в стране стали все чаще отправлять по этапу за кондитерский мак, пекари элементарно откажутся их выпекать. Кстати, после серии репортажей про Сергея Сиренко к нам в редакцию позвонил житель Алтайского края, предприниматель и осужденный. Также за контрабанду кондитерского мака Вячеслав Моторкин. Позвонил прямо из колонии и рассказал, что вот уже три года отбывает наказание за коробку казахстанского мака. О запрете на ввоз приправы мужчина не знал и уверен, что уведомление о запрете за его подписью подделали. Это очень жестко. До 28-го года у меня там дети без меня растут, у меня там дома что попало, я уже холостой, меня уже бросили. Трем продавцам мужчины дали по 8 лет. Их жизни тоже рухнули. Сейчас Вячеслав Моторкин планирует третий раз подавать жалобу и доказывать сфабрикованность дела. А между тем Сергею Сиренко и двум его продавцам сегодня вынесли приговор. Его 11 лет строгого режима, до Ребетюцкой 10 лет. И лишь Юлия и Сиренко 5. И то потому, что из дела убрали ту самую банку с маком. Мне был заказан факт присутствия в пищевом маке маковой соломы. Сергея после заседания отправили в СИЗО. На его продавцов надели наручники. Когда Сергей выйдет на свободу, его сын будет школьником, практически подростком. Ему исполнится 12 лет. Когда Дарья вернется домой, ее сын станет совсем взрослым. Ему исполнится 29 лет. А вот Юлию, которую сегодня приговорили к 5 годам лишения свободы, боится, что сегодня видела свою маму в последний раз. Она у нее пожилая и нуждается в повышенном уходе. Алтайских маковых наркобаронов пока еще нельзя назвать осужденными. У троих маковых узников есть еще 10 суток, чтобы подать апелляцию. Но, как показывает практика, уменьшить срок удастся лишь на несколько месяцев. Я ни одного, ни троих, никого я их не оставлю. Я буду за всех грызться, получается, как за себя. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Долгая и трагическая история, которая подошла к концу. Костные останки, которые обнаружили в реке Малая Черемшанка, все-таки принадлежат 11-летней Ксюше из Белоярска, которая пропала более 7 лет назад. Эту информацию подтвердили в следкоме края. О том, как все эти годы ребенка искали и верили в то, что она жива, в материале Ирины Корчагиной. 9 августа этого года на этом месте были обнаружены костные останки человека. Их нашел рыбак, который увидел торчащие сапоги из реки Малая Черемшанка. Мужчина вызвал полицию. И уже тогда возникли большие подозрения, что эти останки могут принадлежать пропавшей более 7 лет назад Ксюше из Белоярска. Следователями Следственного комитета назначены необходимые медико-криминалистические генетические экспертизы, которые установили принадлежность данных костных останков пропавшей в 2014 году Ксении. 28 марта 2014 год. 11-летняя Ксюша вместе с подругой возвращается из школы. Девочки прощаются и расходятся по домам. Но при загадочных обстоятельствах Ксюша пропадает. До дома она не дошла каких-то метров 200. Тогда следователи завели уголовное дело по факту убийства ребенка. В августе, когда в реке обнаружили чьи-то останки, в СМИ появилась версия. Девочка могла нечаянно уйти под воду и ее могло затянуть выл. В этом году было сильное, очень сильное половодие. Спускали с водохранилищ в воду. Течение было дикое. Воды было очень много. Так что могло и унести. Больше семи лет в интернете гуляли слухи. То Ксюшу якобы видели в другом городе, то в цыганском таборе. Известный экстрасент заявлял, что девочку удерживают в каком-то коттедже. Правоохранителям приходилось отрабатывать самые разные версии. Спасатели сутками прочесывали каждый сантиметр дна в местной реке. Все, вылазь оттуда. Здесь я переброшу. Искать довольно непросто. Дно илистое. Местами глубокое. Ямы всеразличные. Да и так. Всякий брод. Вода холодная. Но тем не менее. Люди помогают. Людей много собралось. На момент пропажи девочки отряда еще не существовало в Алтайском крае. То есть это был март 2014 года. Отряд, наверное, благодаря этим поискам масштабным, он начал образовываться у нас в крае. Было очень большое количество людей. Это просто была постоянная смена этих людей. Кто-то устал, кому-то на работу они ушли. Пришли новые люди. То есть это было бессменно в течение нескольких недель. Ну, наверное, даже это точно больше двухсот человек. Искали Ксюшу действительно всем на Валтайском. Поисковики вспоминают, кто-то сам шел на поиски, кто-то из неравнодушных местных жителей кормил спасателей. Несмотря на то, что в этом году пропавшей 11-летней девочке уже исполнилось бы 18 лет, все эти годы волонтеры и близкие не теряли надежду, что Ксюша жива. Вообще самое страшное, что когда заканчивается поиск и понимаешь, что ребенок найден и погиб. Это самое ужасное, что может быть. Ни один волонтер, ни один доброволец не останется к этому равнодушным. На данный момент в этой истории еще не поставлена точка. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения ребенка. По-прежнему отрабатываются все версии. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Юрист, бухгалтер, экономист – теперь не самые популярные профессии. Все больше людей находят себя в СММ, копирайтинге и прочих интернет-специализациях, работу в которых можно получить, пройдя быстрые курсы. О популярных профессиях и о том, почему все меньше желающих получить специальность в ВУЗе – в следующем материале. Раньше мечтали получить хорошее образование, чтобы стать учителем, врачом. Сейчас уже со школы стремятся набрать как можно больше подписчиков в социальных сетях, чтобы быстрее занять свое место под солнцем. Появляется все больше разных курсов по прическам, СММ и другим профессиям будущего. Анжелика по образованию ювелир, но по специальности не проработала и дня. Сначала трудилась в банке, потом ушла в сферу ногтевого сервиса. Работа нравилась, но из-за эпидемиологической ситуации пришлось менять направление. Меня коснулась пандемия, я сидела дома и думала, чем мне заняться. Потому что все, кто были в онлайне, они в принципе не пострадали практически, в отличие от тех людей, кто работал офлайн. Девушка искала творческую профессию, которая бы приносила не только деньги, но и радость. Наткнулась на курсы по визуалу и решила, что это именно то, чего ей хотелось всегда. Тем более, как отмечает сама Анжелика, в такой работе сплошные плюсы. Это очень удобно, если у тебя есть ребенок. То есть тебе не надо думать, побежать, кто его заберет из садика. Ты свободен практически большую часть времени, ты работаешь в своем телефоне. То есть ты можешь работать из любой точки мира, из любой точки города, дома, в кофейне, вообще хоть где. Это самый огромный плюс. Эта девушка когда-то носила форму, обучалась в юридическом институте МВД. Но увлечение астрологией вытеснило пять лет изучения респруденции. Я хотела с детства, чтобы моя работа была моим любимым делом. То есть я помимо того, что разбираюсь в людях, я разбираюсь в себе и понимаю, что это то, что я люблю. Это мое предназначение – помогать. Девушка признается, конкуренция большая и с каждым месяцем она только растет. В социальных сетях появляется все больше знатоков планет и их влияние на человека. К слову, услуги такого специалиста стоят недешево. Средняя стоимость консультации в Барнауле – 3-5 тысяч рублей. Маленькими шажками я шла к тому, чтобы создать уже, так сказать, хороший финансовый поток. То есть создавая уже сейчас и сайт, а раньше это что-то было на любительском уровне, сейчас это уже, да, какой-то более прибыльный бизнес. По словам девушки, за месяц к ней обращается порядка 30 человек. Но чтобы добиться такого потока клиентов, Татьяна продолжает совершенствовать свои навыки и повышать квалификацию. И скептически относится к тем, кто предлагает свои услуги после прохождения месячного курса. За месяц невозможно обучиться ничему. Также это приравнивается к психологии. Я думаю, что и психолог, пройдя обучение в 5 лет, будет обучаться постоянно. С ней согласен и Вячеслав по профессии. Он энергетик, но работал в этой сфере недолго. Работал по профессии буквально несколько дней. Понял, что это не мое. Почему? Когда я пришел, стоят изоляторы, стоят приборы. И я понял, что у меня первый вопрос был – а они же не говорят. То есть я пришел, так, смотрю на приборы, у меня первая мысль. Говорю, они же не говорят. То есть я уже тогда понимал, что общение с людьми – это что-то для меня ценное в жизни. Но не только тяга к общению привела мужчину в нумерологию. Говорит, долгое время замечал одни и те же цифры в разных местах. И понял, что неспроста. Думаю, а если это мой знак, ну и во вселенную, типа там, пусть, глаза подняв небо, пусть, этот знак попадется прямо сейчас. Он в течение минуты мне прям автомобиль подрезается этим номером. Уровня знаний, которым обладает Вячеслав, по его словам, быстро достичь не получится. А свою работу расценивает больше как помощь в направлении человека, но никак не четкий план на жизнь. Очень много людей приходит из-за хайпа и из-за желания заработать деньги. То есть сейчас это такая тема, что обсуждали недавно с супругой, что действительно люди нумерологов и цифрологов слушают как врачей. Это очень тонкая грань. Потому что если, допустим, там нумеролог сказал, что у вас этого не будет, и человек ведь ходит с этим как с приговором. А между тем, быстрое обучение появилось и в Алтайском государственном университете. Теперь там планируют обучать ногтевому сервису. И это несмотря на обилие разных специализированных школ и курсов. Специалисты объясняют такую тенденцию тем, что изменения в мире меняют методы и формы обучения. Процесс переобучения должен идти постоянно. А знаете, сегодня даже говорят не только о таком умении, как умение учиться и готовность учиться. Сегодня даже говорят об умении учиться забывать выученное. Потому что нельзя оставаться в формате тех знаний, тех навыков, которые мы выучили когда-то. Их нужно, они уже рудимент устаревший, уже неэффективный, их нужно забыть, поставить на этом точку и двигаться дальше. Другой вопрос, останется ли востребованным фундаментальное образование. Но в чем сходятся все наши герои, главное получать знания у тех, кто действительно добился в своей профессии хороших результатов. Чтобы не потерять свое время и деньги на прохождение сомнительных курсов в интернете. София Иценко, Алексей Фризин. День с толком. Испытание мужчина на зрелость. Так на отцовство смотрят первые лица региона. И такими словами они поздравили сильную половину с Днем Отца, который в России праздновали впервые. Так ли он актуален и какие проблемы скрывает, выясняла Анастасия Болотина. Слово «папа» Арсений слушает уже полтора года. И уверен, что ничего нежнее этого нет. Говорит, с рождением дочери его жизнь сильно изменилась. С одной стороны, приходится в чем-то себе ежедневно отказывать и работать над собой. Но все эти старания компенсирует улыбка дочери, признается отец. Настолько ее оберегает, что и нам показывать ее не решился. Теперь один из красных дней календаря для Арсения – День Отца, который в России отметили впервые. По мнению авторов, праздник должен помочь повысить значимость пап. Официальных торжеств в связи с этим не было. Но и в семьи праздник уже проник. Я думаю, этот праздник очень нужен был, потому что День Матери у нас есть. Маму мы все, естественно, любим. Отца мы тоже любим и уважаем. Поэтому этот праздник, он обязан присутствовать в нашей жизни. Дети должны поздравлять. День Матери же есть, и День Отца должен быть. Он же такой же родитель, как и мама. Мы ездили в гости к родителям. То есть по семейному провели? По семейному. Но почему-то именно папы чувствуют себя незащищенными. Так, в Барнауле есть общественная организация «Отцы Алтая». В ней мужчины поддерживают друг друга, делятся своими историями и проблемами. И обсуждают, каких гарантий им не хватает. Часто в сообществе состоят отцы-одиночки. У нас рождение детей предполагает наличие семьи. Если у нас на государственном уровне это называется материнский капитал, по сути, это говорится завуалированно. Ну, знаете, папа, ну, как бы вы тут и ни при чем. Капитал должен называться семейным, как, например, в Беларуси это происходит. Нужно исправить абсолютно перекос в семейном законодательстве, который у нас существует, например, в сфере абсолютно драконовских вот этих законов алиментных, когда мужчин попросту под предлогом выполнения законов, ну, и просто грабят и лишают имущества. Все это делается под прикрытием интересов ребенка. У матерей в этом плане больше льгот и возможностей, говорят мужчины. Закон не всегда на стороне пап, особенно в вопросе развода родителей. В таких ситуациях отцы часто сталкиваются с предвзятым отношением со стороны органов опеки и судов. Судебная практика исходит из того, что на сегодняшний момент с матерями при прочих равных условиях все-таки детей до 10 лет оставляют чаще. Это связано со спецификой возраста ребенка и так далее. Формально оба родителя равны перед законом, но незащищенность отца, она, как правило, работает в совокупности с его неподготовленностью внутренней, к сожалению. И выходит, что должную защищенность одного родителя и нежность другого дети могут получить в семьях. Там же и воспитывать культ личности отца, который в последние годы сильно принижен. Поэтому некоторые мужчины уверены, что праздник останется формальностью, если не предпринимать реальные меры. В первую очередь, нужны меры по стабильному росту благосостояния населения. Потому что причина большинства разводов – это материальные проблемы. Уровень жизни в Алтайском крае хорошо известен. Кстати, по мнению социологов, в последнее время действительно меняется восприятие отцов. Если долгое время папа воспринимался лишь как кормилиц и добытчик, то сейчас он так же, как и мать, участвует в воспитании и поддержке детей. И, может быть, вслед за этим придут и другие изменения. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!